Князь Александр Антоний Сапега, мечник Варшавского герцогства, коммергер и адъютант французского императора Наполеона Бонапарта, ученый, меценат, исследователь и политик, биография, представитель каденской линии литовского магнатского рода Сапег Герба Лис, единственный сын Кравчева Великого Литовского Юзефа Сапеги и Теофила Яблановской, родился и провел детские годы во Франции, куда эмигрировали его родители после поражения Барской конфедерации. С 1777 года проживал у своей тетки Анны Яблановской на Подляшье, где получил домашнее образование и стал интересоваться наукой. В 1792 году Александр Сапега познакомился с польским ученым и писателем Станиславом Сташицом, вместе с которым стал интересоваться геологией восточной части Речи Посполитой. В 1794 году Александр Сапега и Станислав Сташиц выехали в Вену, где установил контакты с Юзефом Максимиланом Ассалинским. В 1800 году по рекомендации Станислава Сташица Александр Сапега стал членом Варшавского общества любителей наук. В 1801-1802 годах были опубликованы работы о Сапеге по химии. В 1802-1803 году путешествовал по странам Балканского полуострова, составил ценное описание своего путешествия. После короткого перерыва, когда он находился во Франции, где читал лекции, вернулся на Балканы, где прожил до 1806 года, находился под наблюдением французской и австрийской полиции. В январе 1807 года Александр Сапега организовал пребывание французского императора Наполеона Бонапарта в Варшаве, стал его коммергером-адъютантом. Принимал участие в осаде Г.Д.А.Н. Мягкий знак СКА, после чего провел зиму в Париже, при дворе Наполеона. В 1808-1809 годах занимался научными исследованиями во Франции. Затем под видом исследовательской деятельности выехал в Россию, где изучал насторожение населения и нексированных русскими земель Речи Посполитой. Создал агентурную сеть французской разведки на занятых территориях. 1 июля 1812 года князь Александр Антоний Сапега вошел в состав Временного правительства Великого княжества Литовского, образованной при поддержке Наполеоновской армии во время французского вторжения в Россию, где возглавил военный отдел. Из разногласий с литовским генерал-губернатором Дерком Ван Гогендорпом вскоре вышел из состава Временного правительства ВКЛ. Александр Сапега выехал из Вильна в свое имение – Вишницы. По дороге он подвергся нападению кабана, от укуса которого у него началось заражение крови и гангрена. 8 сентября 1812 года 39-летний Александр Антоний Сапега скончался в Деречине имении своего родственника Франтишика Сапеги. Научная деятельность Александр Антоний Сапега осуществил минералогические экспедиции в Польше и Литве, а также в Альпах, на Балканском полуострове и Волыни. Был автором научной работы «Минералогия учебника по неорганической химии» очерка по кристаллографии. Путешествовал по Адриотическому побережью, где изучил этнографию словенцев, хорватов, босницев и герцоговинцев. В 1804 году взошел на гору Монсейни в Альпах, о чем 13 июля сообщил на заседании Леонской академии наук. Семья. В 1794 году Александр Антоний Сапега женился на Анне Замойской, дочери канцлера Великого Коронного и Ордината Замойского Анжи Замойского и Констанции Чарторийской. Дети. Анна София Сапега, жена с 1817 года, князя Адама Ежи Чарторийского, лев Сапега, лев Людвиг Сапега, женат с 1825 года на графине Евиге Замойской.